Если б я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я б наверно помер. Приветствуем самых топовых подписчиков и зрителей самого топового канала на ютубе. Наверное, ребят, вы уже нас увидели двоих, поняли, что мы наконец-то снимаем ролик вдвоем. Так, и сразу хочу сказать, если вы смотрите этот видеоролик без подписочки, обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, включите все уведомления, чтобы не пропустить ни одного самого классного ролика про Крым. Шумно. Сезон продолжается. Очень шумно. Мы приехали в очень интересное место. Вы все этот город любите, все хотите его увидеть. Я буквально недавно здесь снимал с Михаиленко. Ну и просто по какой-то причине... Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо. И по какой-то причине программа не смонтировала ролик. Шесть раз пробовала его смонтировать, сохранить. Она не сохраняет, выбивает какую-то ошибку, что-то ей не нравится. Надеюсь, этот ролик... Да, надеюсь, этот ролик выйдет и вы увидите эту замечательную алушту. Мы, как по традиции, хотим попасть в аквариум, потом хотим попасть в галерею иллюзий, все вам показать, погулять по алушту и показать вам алушту, как говорится, во всей красе. Междугороднее такси по Крыму. Только ответственные водители и своевременная подача авто в любую точку Крыма. Самые доступные цены и хорошие автомобили. Запланировали отдых в Крыму? Не забудьте сразу заказать трансфер. Мы на связи 24 на 7. Вайбер, Ватсап, Телеграм. С нами надежно и комфортно. Ну что, как обычно, направляемся на набережную именно с этого места, уже всеми знакомого, всеми известного. Винторг, где можно лицезреть такой вот интересный памятник Юрию Никулину. Споры о том, что в этом доме снимался фильм «Кавказская пленница». Некоторые говорят, не снимался, но если верить этой табличке, возможно, какие-то кадры здесь и были. Кстати, неплохое заведение «Барабуля-бар». Мы как-то здесь были, по-моему, даже снимали. И Женя вам, по-моему, рассказывал, говорил, что сюда вот стоит прийти полакомиться вкусной жареной рыбкой. В Алуште были мы месяц назад. По этим же местам ходили. Все вам показывали. Но сейчас у нас уже бархатный сезон. И, естественно, нужно посмотреть, что же здесь творится на сегодняшний день. Что мы с вами сейчас и будем делать. Но мы сегодня отправимся немножко по таким местам, которые больше интересны для детей. Это аквариум, это парк иллюзий. Так как мы сегодня не одни, а с моей сестричкой, которую зовут Ульяна. Познакомьтесь. И она вам сегодня от лица, как бы, детей скажет, понравится ей или нет в местных алуштинских достопримечательностях. Недавно с Михаленко, но у нас ролик не вышел тогда, катались на колесе обозрения. Того не стоит. Не стоит? А цена какая? 200 рублей человека. Неинтересно, вообще неинтересно. А здесь вот, пожалуйста, в тот раз мы снимали еще здесь велась стройка. А сейчас скейт-парк такой для детей сделали, да? А когда мы здесь в тот раз были, все было огорожено. Ну и такой имелось, конечно, вид не совсем презентабельный. И каждый раз, когда мы в Алуште, мы не можем упустить возможность не посетить. Стараемся, да. Посетить Алуштинский аквариум. Это реально самое зачетное место в Алуште. Одно из. Да. Потому что мест в Алуште достаточно красивых, интересных. Это 100% для посещения одно. Ну, для детей, да, это вообще прям 10 из 10. А, ну мне еще 5 лет детства впереди, да. Ты как дети, да. Где дети, там и Женя. Подошли мы к конечной остановке троллейбусов. Такой огромный, красивейший указатель, аквариум. И мы сейчас туда направимся, покажем вам цены и, естественно, все, что внутри. Ну, хотя уже один раз показывали, но сегодня стоит повторить. Потому что это место, конечно, очень нам нравится, да. Тут также Жириновский. Встречает всех на входе в аквариум. Взрослый билет 700 рублей, детский 500. Вход и видео бесплатно. Очень часто вы можете, мы прикрепим ссылочку, Алуштинский аквариум в инстаграме. У них очень часто проходят акции. И даже вот на 1 сентября всех детей бесплатно пускали. Ничего себе. Заходим в такой зал. Смотрите, какой здесь потолок, необычный. Сразу нас встречает такой большой бассейн с разнообразными рыбками. Скат, осетр. Он осетр. Я не знаю, что это в роте бассейн, а выкатил руками все. Конечно. Рот даже побыть нельзя. Почему? Бассейн нельзя. Нельзя? Ну, ладно. Здесь очень много всевозможных рыб. Красота, конечно, стоит здесь побывать. Если вы будете отдыхать в Алуште, это однозначно место для посещения, которое мы можем рекомендовать. Здесь сразу же можно видеть целую зляю красивейших рыбок. Сейчас их покормим. Оп, и они такие всем не кухают. Смотри. Класс. И дальше вот такие красивейшие рыбки. В каждом аквариуме. Их здесь просто огромное количество. А больше всего мне нравится здесь. Это вот такой потолок. Посмотрите, какая красота. А здесь целое королевство. Смотрите, подводное. Подводное царство. Это такой спад, да. Это такой интересный, красивый спад. Класс. Класс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так происходит чистка камней в аквариуме, а Женя говорит, что это рыбоблогер, которая думает над названиями видеороликов. Это самое тяжелое, это придумать хорошее название к видеоролику. Конечно, красивые, блестящие, но до безумия опасные пираньи. Смотрите на их зубы. Ужас. Ждем, пока сейчас вынесут мясо, и мы будем кормить этих крокодилов. Я, если честно, терпеть не могу, но ребенку интересно, и она прям в восторге от такого количества крокодилов. Такие милые. Такие милые, да-да-да. Здесь также можно встретить рыбку Немо из мультфильма всеми известного. Ну и также много-много красивых, мелких, крупных, разнообразных рыбок. Рыбка Клоу называется она. Две кусочка сто рублей. Смотри, у меня чтепанки одинаков сто рублей. Смотри, видишь? Сейчас они будут прыгать сюда. Главное, палочку крепко. Женя! Ой, как страшно! Давайте, давайте, давайте. Не очень страшно, конечно, но... Это милые, а не наоборот. Милые? Ай, пусть же он съест. Я хочу маленькую, да-да-да. Ох ты! Я же съел. Я же съел. Все, съел. Дай мал. Съел. Акула. Маленькая. Здесь на входе можно прикупить какой-нибудь сувенир. На память сделать себе магнитик вот таких крокодильчиков прям при входе в первый зал. А сейчас мы отправляемся на второй этаж. Смотри, нападает на палец. Видел, какой здоровый? Смотри. А там еще больше есть. Где? Уже лежит там? А, да, тот здоровый, да. А здесь просто гигантская анаконда. Я даже боюсь туда подходить. Я туда убегаю. Да не бойся. Нет, нет, нет. Ульяна, смотри, гигантская анаконда. Илонка боится снимать. Смотрите. Это ужас какой-то. Я боюсь, страшно. Почему ты боишься? Он за стеклом сидит. Я змею боюсь ужасно просто. Купили мы корм для черепах. И вот ребенку, конечно, это интересно. Туда сначала это опак тебе хотят. Они обычно здесь привыкли здесь. Оп. И вот так вот они подходят. Качелька прям возле аквариума. Ребенок, конечно, в полном восторге. Поэтому рекомендуем и вашим детям тоже здесь понравится. Нравится так здесь, в этом скверике, вот такая инсталляция, можно назвать. И искусственный звук пения птиц. Как можно в таком шикарном месте отдохнуть под пальмой. Очереди на Чебуречке практически нет. Обычно здесь очень-очень много людей. Сейчас что-то как-то так слабовато. Смотрите, какой открывается шикарный вид. Сегодня видимость хорошая. И вот на этих новеньких лавочках можно сидеть, любоваться, вдыхать запах моря. И лететь всю эту красоту. Зайдем на пляж, посмотрим, что тут по отдыхающим. Ну, отдыхающие еще есть, но уже мало. Возле этого знаменитого фонтана находится уже Женина любимое место. Это турецкое мороженое, где можно посмотреть такое мини-шоу проделки этого мастера, так назовем. Здесь уже собирается много туристов. И так же снимают на память. Опять осечка. О, поймала даже, нифига. Ну, он отдал мне. Бог дал, Бог взял. Нифига цепкая. Салфеточку вашу. Давай. Оп, давай, Ульян. В батут встань, да, чтобы было вот так вот удобненько. Лови, лови. Ой, держи, 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 держи. Смелее, чуть-чуть. Это похоже. Держи. Нет, да? Хорошо. Давай, давай. Давай, держи турецкое мороженое. Спасибо. Держи. А для тех, кому совсем лень спускаться на пляж, прям отдыхают здесь, на этих парапетах. Загорают. Вот, пожалуйста, как эта женщина. Ну, чтобы не спускаться вниз, а почему бы и нет. Прямо на набережной, прям вот здесь. Посмотрим еще на этот пляж, что здесь творится. Ну, у людей здесь уже побольше, да, чем там, мы смотрели. Тут уже прям так жиренько. Снова прогуляемся по Приморскому парку и хотим снова посетить парк Люзи. Уж очень нам в тот раз понравилось. И так как у нас сегодня наполовину детский контент, то не пойти туда мы не могли. Здесь прям на входе в парк такая большая детская площадка. Можно приходить, играть совершенно бесплатно. Но для начала хочу вам показать красивейший памятник Романовым. Установлен он был, по-моему, в девятнадцатом году. Такая вот красота здесь. Здесь в Кремлазском парке. Галерея иллюзий. Не пройдете мимо, увидите красивейшее здание. Яркую вывеску, экран вот такой повесили. В тот раз его не было. И вот сюда можете заходить и делать шикарные фотографии. Сейчас сюда отправимся и также будем снова-снова фотографироваться. Заходите и здесь просто множество шикарных красивых фотосессий. Вот уже Ульяна здесь присела. Смотри, Джек Воробей. Кстати, тоже такая очень интересная инсталляция. Нужно ставить на вот эти фотоаппаратики, на такие значки. И тогда будет эффект 3D, который на фотографиях будет шикарно смотреться. Женя вот уже здесь себе нашел фотозону. И в тот раз он ее облюбовал также. Все, пока. В тот раз мне очень понравился вот такой эффект. Как будто эти комнаты, да, такие объемные-объемные. Хотя в жизни оно выглядит не так. А на камеру эффект очень классный. Вот такие красивейшие фотозоны с балеринами. Вот здесь мне очень нравится. В тот раз я фотографировала. Сейчас иду. И вот такие черепахи. Здесь. Смотрите. Я даже здесь в тот раз фотографировалась. Но, в общем-то, место очень интересное. Крокодильчики. Класс. А здесь вот такая тоже классная фотозона. Как будто космос. Фотографии, получается, бомбические, кстати. Вот в этих местах. Здорово очень. Женя, естественно, снова не смог пройти мимо этого. А ну-ка, скажи, что ты мне сказал? Если б я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я б, наверное, помер. Женя. Юморист, как вы любите. Вот такая вот классная фотозона. Вообще, прям вот эффект полного присутствия. Принц на белом коне. Что еще скажешь? А для детей вот такая классная фотозона. Маша и Медведи. Кстати, Ульяна, ты сюда вписываешься, как из сказки прям. Маша и Медведи. Еще разок, красного плотка не хватает. Точно, и в корзинке. Одна из самых красивых, ярких комнат в этом месте. Это вот такая неоновая. Здесь на каждом углу можно сфотографироваться. То есть в каждом углу меняются вот такие вот картинки. Конечно, очень здорово. Все такое неоновое, классное вообще. Пол. В этом месте взрослые все становятся детьми просто. Потому что такую красоту невозможно не запечатлеть, не сфотографироваться с ней. Смотрите, вот эта фотозона мне в тот раз очень понравилась. с гориллой. Она прям так именно такой 3D-эффект от нее сумасшедший. Вот такой вот замечательный парк, я его называю. На самом деле называется галерея иллюзий. Просто шикарно. Мы здесь второй раз, я во второй раз в восторге. Как тебе это место? Класс, советую всем. Что тебе здесь больше всего понравилось? Неоновый зал. Что еще самое главное хочу вам показать, это то, что это место привлекательное не только внутри, но и снаружи. Здесь шикарнейший фасад здания. Такие вот лица из цветов, из растений. Это вообще просто невероятно. Кто так разукрасил эти стены, это фантастически. Очень красиво. Здесь вот в парке можно сделать шаржи Пугачева, Ургант, Киркоров. Это Киркоров? Галкин, да, вот слева, пожалуйста. А в какую цену? Шаржи тысяча рублей. Тысяча рублей вот такой будет, да, цветной? На человека, ты есть цветной, цветной шаржи. Спасибо большое. А вот здесь еще такая фотозона из мультика Муана, да. Подошли к аллее Крымской весны. Названа в честь пятой годовщины общекрымского референдума 2004 года. Установлен этот памятный знак, камень, 16 марта 2019 года. Посмотрите, какая красивая аллея в пальмах, в растениях. Это просто красота. Сейчас идем по такой аллее. Смотрите, она вечером должна подсвечиваться. Такая яркая, цветная. Может быть, кто-то из вас здесь вечером будет? Напишите, подсвечивается она или нет. Очень так здорово все это выглядит. Такие арочки красивые, цветные, да, яркие. Так, где этот фонтан с рыбкой? Дальше. Вот мы идем, нам о нем кто-то писал. Так настойчиво снимите этот фонтан. Покажите, прям именно было принципиально для кого-то. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Я в прошлый раз, когда были мы здесь в Алужке, я его снимал, но по техническим причинам ролик почему-то не смонтировался. Вот именно как будто да. Да, именно из-за программы, да. Из-за программная там... Глюк какой-то был. Глюк пошел, я его монтировал. И, наверное, раз 6 пытался сохранить, смонтировать, так и ничего не получилось. Увидели здесь щебурашку из фильмов ужасов. Ну, какой-то он совершенно не милый, как в мультике был. Лицо, конечно, у него даже немного жутковатое, я бы сказала. А это кресло великан. Ничего себе. Вот это скамья. Скамья великанов. Ну и, собственно, вот этот фонтан, который сейчас не функционирует. Фонтан в форме рыбки. Конечно, он в запущении. Смотрите, какое здесь грязное дно вообще. Но вовнутрь можно туда попасть. Сейчас давайте туда с вами подойдем. Посмотрим к каменному мостику. Вот так вот здесь. Цивилизация. Цивилизация. Почему он не функционирует, интересно? Я не знаю, но он, как бы, насос, походу, есть. И он должен сверху... Вон, сверху фонтанчик есть. Есть, да. Он есть, но он не рабочий. Почему-то он не работает. Мы тогда с Михаленко хотели включить, а он включенный. По пути еще к одной достопримечательности. Вот такой храм красивый. И улочки такие узенькие, классные. Сейчас хотим вам кое-что показать. Такой не совсем ровной дороге. Можно почти подошли. Уже почти подошли к этому месту. И хотим показать вам последний какой пейзаж. Тоже напоминает чем-то улочки Гурзуфа. Все эти красивейшие виды. Узкие улочки. Здорово. Ну что, Женя, ты нам хочешь показать? Расскажи всем. Вот именно по этой лестнице спускалась Ниночка в Кавказской пленнице. Именно по этой лестнице спускалась Ниночка? Да. Из Кавказской пленницы? Да ладно, мне кажется, ты шутишь над нами. Именно по этой лестнице. Вы именно в эти ворота загоняли в фильме тогда баранов. Именно вот в эти ворота. А Ниночка по этой лестнице спускалась. Сразу же не отходя от кассы, так скажем, гостиница с названием Кавказская пленница, в нескольких метрах от этого места. Спускаемся уже к морю, здесь такой вот указатель Алушта, и хочу обратить ваше внимание, как здесь здорово, то что пальмы, вот практически в каждом дворе, вот тоже такая улочка очень интересная. Здесь дает жилье, можно снять, улица Карла Маркса, дом 56, очень-очень неплохо так здесь. Ну все, дорогие друзья, на этой доброй ноте будем заканчивать наш с вами видеоролик, надеюсь, он вам понравился, зашел, вы его поддержите лайком, если нет, конечно, ставьте дизлайк, но комментарии обязательно напишите, что вы увидели, что вы узнали, потому что Алушту мы снимаем не так уж и редко, достаточно часто по отношению к другим регионам Крыма. Алушта нам очень нравится этот город, мы особенно любим приезжать с луночкой сюда зимой, когда Крым замирает, ведь засыпает. Алушта, Ялта, они такие города, которые живут, даже Евпатория не сравнится с Алуштой. В зимнее время. В зимнее время, да. И нам это очень-очень нравится, этот город. Тем более мы узнали, нашли с вами лестницу, где бежала Ниночка, нашли с вами эти ворота, куда загоняли стадо баранов продажных, за которые продал он племянницу на свою. Ну все, показали вам самые главные две достопримечательности Алушты, которые обязательны для посещения. Я думаю, вы останетесь в восторге от этих объектов, как бы сказать, таких общественных. Это аквариум и иллюзия, галерея иллюзии. Реально очень крутые места. Все, ребят, до скорых встреч, следующий ролик еще круче. Пока-пока. Лайкосик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...